Что же говорит байос? Байос, он на самом деле предлагает просто отказаться от подхода с тем, что мы определяем вероятность как чистоту в сторону немножко другого понятия вероятности. На русском звучит вообще очень плохо, потому что... Я вам сейчас расскажу. Потому что на русском оно звучит так. Вероятность – это мера веры. Звучит очень плохо из-за похожих слов. На английском они говорят measure of belief. Вот это вот belief – это какое-то наше изначальное ожидание от того, как этот процесс выглядит. Вот вы скажете, изначальное ожидание – это какая-то ерунда. Если я скажу, что солнце встает, я не знаю, не на востоке, а на юге, то как бы мои ожидания стоят ровно ноль. Правильно. И это в целом очень здравая идея. Поэтому байосовский подход, он заключается в том, что мы сначала формулируем какое-то изначальное ожидание, а потом поверх этого ожидания мы проводим наблюдение и корректируем нашу изначальную гипотезу в сторону того, что является более вероятным с учетом наблюдаемых данных. Очень простой подход, но при этом я дальше покажу, как он позволит на меньших числах получать более достоверную информацию, не ожидая, когда мы достигнем тысячи наблюдений. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я не фанат тенниса, но просто когда я искал хороший пример, меня все время кристигают за плохие примеры, я искал хороший, это Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. В мире тенниса они прям, ну, мегазвездные. У них десятилетняя дуэль, они друг с другом постоянно играют и так далее. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Она должна была по строчкам появляться, но да ладно. Итак, они сыграли между собой, как мы видим, 38 игр. 15 из них выиграл Федерер, 23 из них выиграл Надаль. Если мы так посмотрим на это, с точки зрения частотности, мы видим, что в следующей игре вероятность выиграть у Надаль больше. Правильно? Ну, он чаще выигрывает, да, соответственно, и вероятность победы у него больше. Однако, давайте попробуем, это наше изначальное ожидание, мы ожидаем, что все-таки, наверное, Рафаэль Надаль выиграет. Давайте теперь ее попробуем подкорректировать с новой информацией. Итак, новая информация это то, что, допустим, следующая игра будет происходить внутри помещения на хардкорте. Оказывается, в теннисе есть 4 вида покрытий. Это в помещении хард, на улице хард, газон и какой-то грунт, по-моему, как-то он так называется. Такой коричневый, коричневый треск, если на жаре, грунт. Не знаю, как он правильно называется. Итак, что мы теперь имеем? Значит, наше изначальное убеждение было в том, что у Надаля шансы на победу больше. Однако, теперь мы получили дополнительную информацию о том, что следующая игра будет Indoor Hard, а у Indoor Hard, у Роджера Федерера мы видим статистика получше. Я уж не знаю, может он лучше адаптируется к ситуации, когда нет ветра или ему солнце в глаза не бьет, это непонятно. Но, тем не менее, да, мы видим, что здесь все-таки 5 к 1. Как теперь посчитать эту вероятность? Если раньше мы могли просто, да, посчитать соотношение 15 к 38 и получали нашу вероятность. Чтобы теперь с новой информацией узнать, какова вероятность победы Надаля или Федерера, мы воспользуемся теоремой Байеса. Вот. Итак, какая вероятность того, что Федеререр выиграет на следующей игре на хардкорке? Теорема Байеса говорит нам следующее. Она сформулирована достаточно просто. Доказательства я ее приводить не буду, объяснять не буду, потому что, во-первых, не успеем, во-вторых, неважно для сегодняшнего топика. Но, в целом, она звучит следующим. Значит, вероятность наступления события А при данных Х равняется вероятности получения данных Х при событии А, вероятность нашего изначального предположения и вероятности этих данных наблюдения. Давайте на примере посмотрим. Итак, Б от А это вероятность того, что Федеререр выиграет. Мы ее видели, 38 игр они сыграли, 15 игр выиграл из них Федереререр. Это значит, что его, наше изначальное предположение о том, что вероятность победы Федерера 39%. Не очень много. То есть мы его сейчас записываем в аутсайдера. Мы говорим, скорее всего, Федеререр проиграет. Вот это вот наше изначальное ожидание, на английской терминологии оно называется приор, то есть сейчас мы с вами сформулировали приор, и этот приор у нас низкий, в Одессе почему-то это всех рассмешило про низкие приоры, ну да ладно. Так, PX, PX в нашем случае, да, это вот вероятность наших новых данных, наши новые данные это того, что следующая игра будет на индор-хардкорте, да, на индор-хардкорте они сыграли 6 игр, 5 играл Федерер, 1 на даль, соответственно из 38,6 было на хардкорте, 6,38, 17%, это вот вероятность наблюдать такое вот событие, 17% тоже очень мало, но она, как вы видите, попадет потом в знаменатель. Это называется evidence в модели, очень важный аспект, я сейчас к нему вернусь, запомню слово evidence. PX при условии A, это вероятность индор-игры, если Федерер выиграет, очень запутанно, когда это переходит к реальным уравнениям, это по сути функция правдоподобия, о ней тоже говорить не буду, потому что неважно в контексте сегодняшней беседы. 33%, то есть получается, да, Федерер выиграл 5 игр, из всех 15 побед 5 из них были на индор-хардке, соответственно 33% здесь мы имеем. И наконец-то P от A при условии X в нашем случае, да, то есть наше A-постериорное, это называется A-постериор, то есть был приор, потом мы инкорпорировали evidence и получали постериор, да, апостериорную вероятность. И оно уже стало 75%. Вот только что я вам проиллюстрировал, как не имея много данных, у нас всего 38 игр, мы сделали предположение, которое сейчас, на данный момент, стало лучше, чем изначальное предположение, основанное на частоте. Потому что частотное предположение дало нам информацию о том, что все-таки Рафаэль Надаль проиграет, а мы сделали следующим образом, мы сказали так, мы предположим, что Рафаэль Надаль проиграет, это наше изначальное ожидание. Они ничем не подкреплены, кроме моей собственной уверенности в этом. Вот. Потом инкорпорировали туда новые данные и получили наш выход, что похоже, похоже, что Рафаэль Надаль выиграет. Вот. Это и есть, по сути, байсовский подход. Если вы зададите сейчас вопросом, что значит ничем не подкрепленная приорная вероятность, в принципе, то же самое и значит. Я могу сформулировать свою гипотезу. Вы, каждый из вас сформулирует какую-то свою гипотезу. И, соответственно, дальше, получая новые и новые информации, инкорпорируя ее в нашу модель, мы будем делать какие-то предположения, и оно будет сдвигать нашу вероятность влево или вправо, как бы подкорректируя ее итеративным процессом. И вот эта идея итеративного инкорпорирования новых данных, она крута сама по себе, потому что она хорошо ложится на наш алгоритмически структурированный мозг, да? Мне точно ложится хорошо. А во-вторых, во-вторых, этот подход также хорош тем, что очень часто, когда вы пытаетесь оптимизировать какой-то бизнес-процесс с помощью подобных алгоритмов, как правило, заказчик или кто-то со стороны клиента, он уже обладает какими-то знаниями предметной области, да? Вряд ли, когда приходит заказчик и говорит, так, я никогда не участвовал в реал-стрейт-маркете, но сейчас я на него завещу, сделайте мне машин-дернинг, я переверну рынок, верну. Как правило, так не бывает. Как правило, приходят люди опытные, которые знают, как работает рынок, соответственно, могут сформировать какие-то первые приближения о том, как они ожидают, работает эта система. А дальше мы будем инкорпорировать данные и получать из них какие-то новые либо подтверждения изначальным гипотезам, либо опровержения, что, соответственно, даст этому человеку, да, marketing people от заказчика, подкорректировать, во-первых, свои ожидания, подкорректировать свои гипотезы и потом этот процесс повторить. И вот смотрите, как интересно. Дальше я просто пишу уравнение в очень понятном нам наблюдении. Мое уравнение это альфа плюс бета, умноженное на, по сути, да, родон дейта, это единица или иной, да, оп. И дальше я говорю, что мое наблюдаемое значение это нормально распределенная величина, и вот ее observa data, то, что у меня было на входе. Дальше строится trace, но это все скучно. Но вот что мы получаем. Вот это вот данные прожига. Вот этих данных прожига мы увидим то, как байсовский алгоритм пытался делать прыжки в какие-то значения, и в этих значениях он делал оценку, насколько эти данные описывают модель. И вот как бы мы вот здесь вот видим, что мы сделали 10 тысяч симуляций. Для реальных данных этого очень мало, для реальных данных нужно гораздо большее количество симуляций, но нам пойдет. То есть у нас не очень много наблюдений. И того, что мы получили? Мы получили график распределения альфы и бета. И здесь мы видим, что у нас альфа 1.35, вот, да, где-то серединочка колокола наша, и бета где-то минус 0.6. По-моему, в первом варианте с классической регрессией у нас было минус 0.57, ну, что-то такое, очень похоже. Вот, и какая-то ипсила. Так, что идем дальше, что мы с этим делаем? Только что мы с вами получили подтверждение того, что вот эта байсовская модель, когда мы сделали изначальные предположения, пусть и очень широкие, инкорпорировали туда данные, результат получили такой же, по сути, как мы получили с классической частотной моделью. Справедливо. Теперь продемонстрируем то, как мы решаем проблему, что классическая частотная модель не смогла получить результаты на дистриктах. Вот, слава богу, мы здесь можем построить то, что в статистике называется Unpulled Model, она же Hierarchical Model, она же Random Effect Model. Вот, в литературе почему-то называют по-разному, люди не особо парятся тем, чтобы объяснять, что это. Вообще, литературу научную довольно сложно читать, у меня хочется от нее спать. Вот, но в целом ничего страшного. Так, давайте смотреть, что мы здесь делаем, по сути. Я ничего не меняю, за исключением того, что говорю, у меня здесь уже не одна альфа и бета, а много, 17 штук для каждого района. Опять же, каждая альфа и бета, они нормально распределены вокруг нуля плюс-минус 10. Но я говорю вот здесь, что мне нужна не одна альфа, а вот длина от массива с айдишниками районов, там их 17. Вот я получу там 17 альф, 17 бет, вот, получу мое уравнение radon estimate и то же самое по сути провожу. То есть, вот этот вот код, он выглядит практически точно так же. Единственное, что здесь добавилось, это вот этот вот оператор в квадратных скобочках вокруг моих наблюдаемых переменных. То есть, я по сути увеличил количество и все, и алгоритм поменялся совсем чуть-чуть. Что мы дальше будем иметь? Это, опять же, графики прожига. Тут уже вообще ничего не понятно, но очень, о, спасибо. Но очень важно, очень важно, из того, что я наблюдал, ты должен с максимально умным лицом смотреть сюда, чтобы они подумали, что ты получаешь отсюда какую-то очень полезную информацию. Я просто наблюдал, как это делают, так, 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 мне не очень нравится прожиг. Давайте попробуем повторить. Мы повторяем, получаем то же самое. Такой, о, вот это намного лучше. Ну, ладно. Итак, я здесь симулировал только одну ошибку. По-хорошему, наверное, тоже каждый должен иметь свой эпсилон, но я не стал запариваться. Поэтому у меня одна эпсилон на всех. А вот здесь, соответственно, видите, у меня у каждого своя альфа, у каждого своя бета. Вот, почему эта штука работает? Да, почему эта штука работает? Она, на самом деле, работает не очень хорошо. То есть мы опять наблюдаем здесь, что у нас значения в некоторых местах получились плохими. Мы видели, что реальное распределение, я говорю, что посередине всегда где-то от 1 до 2. Вот, центральное распределение. Но мы видим, вот здесь вот и минус 0,5, а вот здесь вот, наверное, минус 0,3. А вот здесь вот, его плохо видно на самом деле, но здесь, из-за графика, сейчас на таблице давайте глянем. Вот, посмотрите, какие мы значения получили для некоторых колонок. 13, 13, 3, ну чужая какая-то, да? В предыдущем примере у нас вот здесь было там infinity, нам, а здесь 13. 13 вообще не выглядит правдоподобно. Что это значит? Это значит, что я вас, походу, обманул. И получается следующее. Мы сформулировали наши изначальные ожидания, инкорпорировали в них данные и получили, да, мы уже получили коэффициенты, потому что наши изначальные ожидания скорректировались. Вот, но смотрите, я говорил, что бета, она в районе 0 плюс минус 10, а здесь 13. Ну такое, ну вообще не похоже на правдоподобность. Ерунда. Соответственно, задача, опять же, не решена. Вот если бы сейчас время закончилось, вообще обидно было бы. Паршелл пуллинг. Паршелл пуллинг это очень прикольная техника, которая как раз и создает разницу. Она говорит о том, что мы будем делать индивидуальную регрессию, но для каждого района параметрами индивидуальной регрессии, да, 0 плюс минус 10, вместо него я 0 плюс минус 10 заменю на данные общего по всей Швейцарии. Я говорю, вот данные по всей Швейцарии, вот стандарт девейшн по всей Швейцарии, посчитай вокруг них. Ну, какая идея мощная. Вот я и говорю, что у меня есть, опять же, альфа и бета для каждого из дистриктов, для каждого из каунти, но при этом я говорю, что альфа и бета распределены нормально, вот эта вот тильдочка, это нормальное распределение. Не вокруг 0 плюс минус 10, а вокруг общих значений для всей Швейцарии. Смотря, что из этого получается. Код стал хуже, не спорю, не будем смотреть на него, но данные стали лучше. Что, по сути, из себя это представляло? Мы сказали, делай регрессию для этого района, но учти, что средние данные по больнице вот такие. Он говорит, хорошо, средние данные по больнице вот такие, плюс при наблюдении сверху чуть-чуть эти средние данные сдвигают. Соответствует ли это действительности? Возможно. А возможно и нет. Но статистика наука не точна. Ну, ладно, с 95% вероятностью точно, но может быть и нет. Вот. Так вот, что мы получили? Мы получили данные, которые на самом деле гораздо лучше на практике описывают происходящую картинку. Это как с алгоритмом быстрой сортировки. Мы все знаем, что у него в худшем случае все равно n квадрат, но на практике работает прям великолепно в районе n логарифмов с n. Вот в этом, здесь то же самое. Понятно, наверняка где-то рабочие накосячили, в фундаменте трещины радона проходит больше. А где-то под домом тяжелый базальтовый слой, который не дает радону просачиваться, его там меньше. Выбросы будут. Но, тем не менее, теперь мы можем делать какие-то эстимейты для районов, в которых у нас просто не хватало данных до этого. Мы теперь здесь видим 0,73, видим минус 1. И даже, обратите внимание, даже для Аткина поменялось. Потому что, когда Аткин был инкорпорирован в целом по Швейцарию, он был очень близко к средней температуре по больнице. Сейчас он немножечко отодвинулся, и в целом это должно показывать лучшее распределение о том, где этот уровень радона по-настоящему находится. Вот я тут, это наш прожиг, посмотрите теперь. То есть, теперь мы говорим, что мы вообще понятия не имеем. Не то, что мы вообще понятия не имеем о том, где оно, 0 плюс-минус 10. Мы говорим, что оно сконцентрировано вокруг групповых средних. Вот это групповая средняя. Вот. Вот это групповая средняя альфа, групповая средняя бета. И вот эти прожиги по районам, они для каждого свои. Вот. Но очень близки. Согласитесь, графики выглядят получше. И понятно, что где-то, конечно, отличаются уровни по районам, но в целом они лучше приближают. Спасибо. Насколько лучше? Последние два слайда, обещаю. Смотрите. Насколько лучше? Вот эти вот зеленые точечки, это, получается, данные из нашей анпулот-модели. Когда я по каждому району провел наблюдение, да, и говорил, что я вообще понятия не имею, где они. Вот у меня три наблюдения, посчитай. А вот это вот моя иерархическая модель, красная. И вот стрелочками я, по сути, показываю, ну, там, дистанцию от зеленых наблюдений до красных. И вот, по сути, то, что мы наблюдали с вами, да, где-то очень четко совпала иерархическая модель, не иерархическая, а где-то распределение статистическое, да, частотное, оно выкинуло нас непонятно куда в сторону. Но мы, тем не менее, смогли сформировать вот очень такое хорошо приближаемое решение. Вот. Это вот то, что я сегодня хотел рассказать. Тут литература. Я вроде уложился. У кого вопрос? Да. На предыдущем статике прожить вам лучше? Вот ты знаешь, вот здесь, вот эта штука, она меня смущает. Вот что-то не то. И вот тут. Ну, короче, да, есть какие-то вопросы, я думаю. Надо попробовать 20 тысяч. А вот такие вот приближения не дают какую-то ложь на положительную картину? Теперь мы там понимаем, о, там родона нет, а там люди умирают от него. Может быть, ну, в смысле, да, да. То есть, еще раз, а регрессия, она всегда про исследование среднего. То есть, регрессия, она всегда к среднему. Даже если мы делаем чистое классическое исследование по вероятности, мы все равно можем очень крупно не попасть. Представьте, что мобильный оператор исследует, что нужно больше абонентам. Мобильный интернет или звонки. Опросил молодежи и пенсионеров. Одни хотят мобильный интернет, вторые только звонки. Проводим регрессию. Регрессия говорит, я хочу и того, и того по чуть-чуть. Никто не удовлетворен, но, тем не менее, цифры сходимости будут, ну, в целом хорошими. Так что, да, безусловно, там могут быть аномалии, там могут умирать люди. Но эта штука, она, это аналитический инструмент. Это, к сожалению, не серебряная пуля. То есть, те данные, которые мы получили, мы предполагаем, что если наблюдаемый процесс, да, он сопоставим, следует закону больших чисел и тому, что мы обычно наблюдаем, то данные будут где-то рядом. Конечно же, это не гарантия, к сожалению. Ну, я видел другой пример. Вот, там ребята сформулировали его на, знаете, довольно красивой логической ловушке о том, что я верю, что солнце встает на закате. Вот, и дальше показывали примером, как мнение этого человека меняются с новыми наблюдаемыми данными. Сегодня вот этот байсовский подход, он вообще не нов. Однако тогда была большая проблема, потому что алгоритм MCMC, он очень на ресурсе емкий. Вот. И из-за этого было достаточно проблематично. И мне даже заказчик рассказывал, как там в бородатых 90-х, когда они говорили сэмплинг на 20 тысяч айтемов, они могли ждать по 8-10 дней, при этом арендуя IBM, у IBM целые вычислительные кластера. Ну, то есть, это было достаточно смешно, учитывая, что сегодня средненькая видеокарта дает очень хорошие там результаты на том же прожиге. Поэтому вот этот вот инструмент, он не нов, это не инновация. Однако в машинном обучении она стала использоваться не так уж давно, всего лет 15 назад, потому что процессорные мощности увеличились. В общем, в целом, я хочу сказать мой поинт следующий. Байсовский анализ используется умными людьми очень-очень давно. И явно или не явно, но вы встречались с результатами их работы, потому что он присутствует на Уолл-стрит, он присутствует практически везде. Это очень распространенная практика в маркетинге, эдюкейшнл в мире, прям тонны всяких умных работ и так далее. Оно просто не очень глубоко зашло в IT. Во-первых, потому что в целом тенденция машин-лёрнинга, вы заметили, рассказы про то, что возьмите нейросеть, она все сделает за вас. То, что я сейчас показывал, это же даже не про нейросети, это просто для подхода к вероятности. Мы с помощью того же PAMC можем... Нейросеть, она как бы про функции, которые применяют какие-то прообразования над данными. Мы их можем описать нашими случайными переменами и построить байсовскую нейросеть. Это в целом тоже как бы, ну, не загвоздка. Просто тенденция такая о том, что в машин-лёрнинге надо все выкладывать на поверхность, нейросеть такая, нейросеть такая, возьмите, будет вам счастье. Не всегда так, но тем не менее, моем еще моем. На следующем блокчейне надо добавить сообщение. Ну, я тут прожить будет плохое блокчейн. Вот. Ну, честно говоря, рост биткоина в 2018 году зимой вряд ли бы описывался хорошо нормальным приближением, нормальным распределением или законом больших чисел. Потому что, ну, то есть там, по-моему, для пузыря понца тоже есть какой-то там закон, описывающий распределение. В общем, можно было, наверное, поиграться с предсказанием курса, но, к сожалению, да. То есть это аналитика, она не дает тебе готовых данных, она тебе дает информацию о том, какой вопрос задать следующим. Вот. Вот этот поинт. Я надеюсь, вам было нескучно. Спасибо. Спасибо.